Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, я профессиональный декоратор, и вы смотрите ролик из серии роликов под названием «За копейки». «За копейки», ребят, это значит, что в этом видео мы будем использовать самые бюджетные материалы. В этом мастер-классе я покажу вам, как эффективно и эффектно сделать такой эффект под названием «Рогожка». Очень интересная фактурная штукатурка, и при этом в этом мастер-классе я покажу вам, как можно простыми подручными способами сделать себе незамысловатый декоративный инструмент, который как раз понадобится нам в изготовлении этой техники. Ну что ж, ребят, вот такое предисловие. Если YouTube заблокирует, не забывайте, что нам нельзя с вами терять связь, поэтому, ребят, обязательно в описании подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен и Телеграм-канал, где я записываю сториз, и так вы точно меня не потеряете, и точно увидите новые мастер-классы в случае чего. Ну что ж, ребят, после таких вводных данных можно приступать непосредственно к мастер-классу. Будем посмотреть. Погнали! В этом мастер-классе, ребята, я использую Fabritex Profi материалы. Начинаем мы, конечно же, с грунтовки с кварцевым наполнителем. Для того, чтобы я видел, как наносится грунт белый по белому, я просто добавил туда немножко колера, и это такая техника, которой я вам рекомендую воспользоваться, если у вас точно так же белый грунт и белая стена, и это все планируется перекрывать слоями штукатурки, поэтому немножко подколеровать грунт – это достаточно интересная, ну и такая, так скажем, удобная идея для того, чтобы видеть, куда вы наносите тот самый грунт, ребята. Дальше у нас идет штукатурка мультиструктурная. Это штукатурка с кварцевым наполнителем. Она достаточно густая, чтобы сделать ее более пластичной. Перед нанесением я рекомендую взбить ее миксером. Ребята, Fabritex Profi – это достаточно бюджетная линейка качественных материалов, и по ссылке в описании я оставлю вам все ссылки на каждый материал. Вы сможете заказать их в официальном интернет-магазине «М-краски», который непосредственно сотрудничает с заводом, и напрямую по самым лучшим ценам вы можете заказать эти материалы в любой конец России. Дальше мы берем обычный коврик для обуви и обычный вот такой полутерок. Терочка продается в отделе для затирки. И просто присоединяем одно к другому. Я воспользовался степлером. Также вы можете воспользоваться или клеем, или шурупами. После чего я беру, и вот эти барашки немножко нужно разборошить, чтобы они стали более в разные стороны, не такие акцентированные. И вот такой инструмент за копейки, ребята, у нас получается. В декоративных магазинах такой инструмент стоит близко к двум тысячам, а тут у нас реально копейки. Если что, ссылки тоже оставляю. Итак, друзья, сейчас мы будем наносить уже непосредственно штукатурку, из которой мы будем формировать рельеф нашей мешковины. Ребят, здесь есть нюансы. По сути, техника похожа на технику тысячелиний, но здесь есть некоторые детали. Например, ребят, когда вы работаете на объеме, и, соответственно, делаете стену. Обратите внимание на то, что начинать стену нужно с самого верха. После чего вы берете, допустим, две кельмы или два шпателя и протягиваете от угла до угла какой-то вот такой условно, да, отрезок стены от угла до угла. То есть, делается это вот так. Вот мы взяли две кельмы, протянули от угла до угла. Во-первых, почему именно материал с крошкой в данном случае нам нужен? Потому что, когда мы используем декоративку с крошкой, мы можем, вот как я сейчас, положить прям ровненький, ровненький слой как раз под толщину зерна самого покрытия. И у нас не будет никаких плешек при работе на объеме. Если мы будем выбирать для данного нанесения материал без крошки, то тогда где-то мы его не доложим, где-то мы его переложим. Там, где материал не доложен, он, соответственно, быстро схватывается, и на объеме он будет в этих местах быстро подсыхать. Таким образом, у вас будут плешки. А вот в таком случае мы делаем равномерное четкое покрытие. Дальше, ребят, мы берем нашу терочку 1000 линий и проводим просто ровные горизонтальные линии. Когда вы работаете на объеме, вы можете карандашиком заранее пометить, чтобы у вас линии не сбивались. Если у вас есть лазерный уровень, то вообще вам хорошо, тогда ориентируйтесь на него, потому что в целом геометрия должна быть сохранена ровная. Вот так это выглядит вблизи. Просто берем и с нажатием с хорошим прочерчиваем ровную линию. Ну и все. Продолжаем после этого нанесение следующего отрезка. Ну и примерно вот так на данном этапе работы ваша штукатурка должна выглядеть. Ну теперь ждем высыхания. Я думаю, это как минимум несколько часов. Скорее всего, часа 3-4. Итак, друзья, у нас слой полностью высох, но здесь присутствуют еще такие катышки, как бы небольшие, которые нам нужно убрать. Для этого нам понадобится наждачная бумага с крупным зерном. Как минимум, нам подойдет для этого дело вот такая 120-ка. Просто смахиваем, чтобы все эти катышки у нас отвалились. В данном случае мы работаем по той же самой схеме, только, ребята, если вы работаете на объеме, получается, вам нужно работать полосами. То есть, когда мы протягивали горизонт, у нас мы начинали сверху, и теперь нужно то же самое, только сделать перпендикулярно. Получается, мы будем работать на стене, начинаем с левой ее части, кладем полоску сверху до низу, примерно в ту же самую ширину, несколько кельм, после чего уже работаем по ней щеткой. В данном случае показываю вам на образце. Значит, вот так вблизи это выглядит, ребята. Вот просто беру материал и снимаю на сдир. То есть, сверху у нас он становится гладенький, и все поры у нас полностью забиваются. В данном случае, если бы мы работали на стене, вот такой ширины нам уже хватает, чтобы приступить к работе щеткой. Но сейчас, так как у меня небольшой образец, я сначала все покрою материалом, после чего уже буду работать щеткой. Вот прямо вот так, ребят. Практически до гладкого я все заложил. Теперь работаем щеткой. Все то же самое, только до этого мы делали горизонт, теперь мы делаем вертикаль, просто перпендикулярно предыдущему нанесению. Точно так же проводим. Здесь очень важно, ребята, чтобы вот этот слой, который вы кладете, он не был избыточным. То есть, он должен быть на сдир. Тогда у вас вот этих вот катышков будет максимально мало. Соответственно, если где-то они есть, ничего страшного. По второму, по третьему разу там же, в одном и там же месте проходим, чтобы их снять. Дальше у нас опять же Fabritex Profi лак универсальный для лессировки, сверхпрочный. Ребят, все материалы со скидкой по промокоду PRODECOR по ссылке в описании, напрямую от производителя. Пожалуйста, пользуйтесь. Колер черный и колер охра я использую для того, чтобы сделать такой легкий-легкий серый-бежевый цвет. И я еще разбавляю один к одному с водой данный материал, чтобы он прям жидкий-жидкий стал, как водичка, потому что я хочу добиться светлого цвета. И я не хочу, чтобы у меня был прям такой жесткий контраст. Мне нужен цвет аккуратненький. Вот такой он грязно-серый-бежевый у нас получается. И мне это нравится. После высыхания сбиваю все катышки наждачкой. После чего, ребят, мы берем разбавленную лессировку и обычным валиком с небольшим ворсом. Вот такой он. Просто накатываем крестообразными движениями наш лессирующий слой. Весь лишний материал мы сейчас будем снимать губкой. Так как это вариант за копейки, то здесь я просто воспользуюсь обычной посудомоечной губкой. Ребят, здесь очень важно, чтобы у вас не было ровных стыков. Когда мы накатываем материал, обратите внимание, что каждый участок я накатываю как такой пазл. Вот, допустим, отработал я треть квадратного метра. Везде раскатал с рваным краем. После чего я беру увлажненную обычную посудомоечную губку и слегка прохожусь по верхушкам в местах нанесения. И также такими кусочками мы работаем на объеме. То есть у нас каждый кусочек как пазл и входит один в другой. Главное, избегайте ровного края. И что важно, ребята, материал мы разбавили в два раза не просто так. То есть он у нас дает такое легкое окрашивание, поэтому и стыков на объеме будет гораздо меньше. Но красить мы должны в два стоя. У нас еще будет небольшая промежуточная работа. Но сейчас заканчиваем с этим слоем. Еще раз, вот, ребят, берем и крест-накрест вот так раскатываем материальчик. Соответственно, здесь мы закатываем с нахлестом на предыдущее нанесение. Ну и продолжаем в том же духе. Так, ребят, теперь этот слой мы оставляем ровно на полтора часа и возвращаемся для проработки некоторых деталей. Ждем высыхания. Так, друзья, после высыхания этого слоя мы теперь берем опять же наждачку и слегка сейчас вскрываем верхушки. Друзья, дело в том, чтобы сделать качественную отделку вот в этом стиле. Вот так верхушки я вскрыл. Видите, белесость на верхушках появилась. Соответственно, у нас начал рельеф лучше выделяться. Но, ребят, чтобы прям качественно сделать, нужно второй раз покрыть лисировкой. Тогда у вас уже не будет таких откровенных каких-то стыков и косяков. у вас будет легкая-легкая такая перетекающая по цвету поверхность без пятен, без косяков. Поэтому по-сырому, как всегда, скотч снимаю сразу же по-сырому и еще раз прибегаю уже к наждачке. Уже это финишная отделка. Вдруг я максимально красиво пытаюсь это все прошкурить, чтобы проявить красиво фактуру. После чего просто нужно смахнуть пыль мокрой тряпкой и вуаля, ребят, наша рогожка готова. Давайте посмотрим на нее теперь под разными углами. И разным освещение. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам зашла вот такая рогожка, обязательно поддержите меня лайком и поделитесь этим видео со своими друзьями. Мне будет очень приятно и это будет полезно для продвижения данного видеоматериала, так как все-таки у меня обучающий контент и будет классно, если больше народу его увидит. Ребята, чтобы не терять меня, обязательно подпишитесь на мои другие социальные сети, на Телеграмы и на Дзен канал. Вдруг с Ютубом что-то случится, вы увидите меня там. Это будет по ссылке в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а с вами был, как всегда, я, Геннадий Продекор. Увидимся с вами в следующем выпуске. Желаю вам творческих успехов, любви и терпения. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok